Христос Воскресе В определенной стерепи не в растерянности. Я все эти годы пытался поддержать, значит, оптимизмом зарядить всех, призвать в церковь, где можно причаститься и продолжить свою деятельность. Я реально занимаюсь миссионерством, которым призываю людей в нашу русскую православную церковь. Если я критикую что-то в церкви и кого-то в церкви, то я критиковал только с тем понятием, что это можно исправить. Что если потрудиться каким-то образом, углубиться, набрать какие-то силы, осознать какие-то проблемы и в конечном итоге включить волю, то можно все исправить. Может быть постепенно или как-то, хотя сколько я не выступал, сколько не говорил, в общем-то практически так ничего и не исправилось. Или сколько не объяснял, что мы теряем место в обществе, потому что упустили у себя социальную деятельность, то есть то, чем церковь должна заниматься. И критиковал вот это кумирство обрядности и каких-то, можно так сказать, вещей что ли в церкви. Но я не знаю как. Ну и конечно критиковал продажу чудес и святости, но при этом я всегда был уверен, что есть хорошие священники, у нас есть могучие монастыри, у нас прекрасные есть старцы. А коронавирус открыл мне, открыл печаль. Да, я понимаю, это грех, я слава богу, может быть еще не перешел в уныние, но смерть Архимандрида Амбросии мне больно ударила по сердцу. А уж то, что там подряд все пошли наши основы, Дивеевский, Оптина, Сергий, ну и так далее. Плюс храмы и самые безбоязненные священники. Отец Дмитрий Смирнов попал, я с ним близко знаком. В общем-то, я был очень огорчен, что он призывает собираться, несмотря на запреты государства. Если днем не дают, то ночью собирайтесь и служите литургию. И сам он попал в больницу, дай ему, Господь, здоровья. Вот, и, ну, в общем, вот и у меня передо мной одно главное. И что дальше? Вопрос. И что дальше? К чему вот призвать вас, чему, научив вас духовности, я научаю именно в церкви. Когда из, простите уж, из моих рук вы попадаете в руки церковные, а там оказывается вот такая проблема, как самосвятость, кумирство обрядностью и все остальное, можно так сказать, процветает. Процветает. И понять, сможет ли теперь церковь выйти из этой ситуации достойно и победителем, мне пока не удается. Поскольку я вижу выход из этого еще грязнее, чем вход. Вот, было неприятно, когда зовут толпу на причастие, понимая, что они могут заразиться и помереть, с мнением, что ладно, все умрем. Как, ковыряя в носу, отец Андрей Ткачев там высказался. Ну и так многие другие. Но казалось, что ладно, но вот ударило, по всем ударило. Ну так давайте осознаем, что же. Так нет, смотрите. Специально заражают. Там специальные, значит, мазки эти уже зараженные. Там москвичи все развозят. Вчера вообще прочитал про отца Архимадрита. Ну там же никто не скрывал, что у него ковид. И сам он на... В ролике, в последнем своем интервью, говорит, лечиться надо. То есть он понимает, что с ним происходит. И так версии выдвинули. У него не подтвердился никакой ковид. Это врачи его так взяли и залечили. Слушайте, ну что это такое? Ну это вообще... Ну это просто бесчеловечно. Бесчеловечно. По отношению к врачам, по отношению к государству, по отношению к церкви, в конечном итоге, бесчеловечно. Если мы выйдем с мнением, что всех специально заразили, отравили и, главное, всех основных убили, то мы выйдем церковью, ненавидимой народом. Ненавидимым. То есть люди, там же заразившиеся в тишине, в болезни, в инвалидности, помирают. Никто их специально не приходил, не травил, не это. Потому что вспышка-то все равно произошла после Пасхи. А здесь видишь этих специально. Церковь всегда униженная и гонимая вот таким искусственным способом. Она не может иметь уважения. Ведь людей-то не обманешь. Вот людей. Хотя вы, знаете, половина всех этой информации идет от ботов, от врагов и так далее. Я могу... Я, по крайней мере, только пока вот на это надеюсь, что все это пишут наши враги. Вот он написал, он вражина такой, он специально хочет, чтобы у нас раскол в обществе произошел, и мы все друг друга обвинили. Поэтому я его серьезно не воспринимаю. Но мы все должны осознать, что совсем не то, что эти враги от нас хотят, на самом деле происходит. Что происходит, не знаю. Не знаю. И, похоже, мы никогда не узнаем с вами. Или через какие-то годы мемуары кто-то напишет, а что же это такое было. Но я откровенно сейчас из уст министра здравоохранения, министра образования, каких-то вирусологов и так далее, и даже президента, слышу термин «война». До войны, говорит главный врач коммунарки, во время войны он... А может, правда, война? Может, это действительно атака? Я уж не знаю, государственный, негосударственный. Ходит версии, что нас инопланетени атаковали. У меня встретился серьезный человек, говорит, у меня вот точные сведения, что это инопланетного происхождения. Да еще каждым народом накидали то, что для них наиболее вредно и убивает тех, кого им им нужно. С этой точки зрения может быть. Так что ладно, не будем все превращать в фарс. Давайте ждать, давайте еще потерпим. И я думаю, что наберемся и сил, и опять оптимизма, и выход все равно у нас с вами есть. Царствие небесное никуда не девается. Оно так и ожидает нас. Но ожидает веселых, радостных и боевых, не унывающих и ни на что не обращаешь внимания. Будем стараться такими и быть. Помоги вам тоже, Господь, всем быть в этой радости и быть опорой для всех окружающих. Желаю только этого. Христос воскресе! Аминь!